Размеши свежного Размеши свежного Пусть намочат колготки Размеши свежного Наталька не используй щепотки В эфире шоу «Расмеши комика» Шоу, в котором каждый человек с хорошим чувством юмора может заработать хорошие деньги Меня зовут Игорь Ласточкин, здравствуйте Недавно был на одной свадьбе в роли ведущего Заметьте, не тамады А хорошего, недорогого ведущего 067-380-05-05 И обратил внимание, что выступления наших участников и застолья чем-то похожи И к нам, и на свадьбу все съезжаются из разных городов И у нас, и на свадьбе всегда есть люди которых вы видите впервые И там, и там все хотят угодить двум людям ради которых все собрались Так что под ваши бурные аплодисменты я приглашаю в этот зал виновников сегодняшнего торжества Владимира Зеленского и Евгения Кашевого Размеши свежного Размеши меня Добрый вечер, здрасте Привет Горько! Горько! Я говорю, все, хватит! Главное, это для зезуалов Я по инерции Да, понятно Отходи от своего свадебного сезона Размеши комиков Все достаточно серьезно Все Замечательные слова сейчас произнес молодой Владимир Давайте поаплодируем ему Интересно, как же ответит его возлюбленная Евгения Викторовна? Пожалуйста, вам слово Я тебе говорю, давай, начинать за стол приглашать Ну что ж, за стол в дальнее плавание отправляется парусник по имени Владимир и его верная шлюпка Евгений Я сейчас тебе парусник в шлюпку засуну Все, извините, все Вань Напомню правила Если участник, вышедший на эту сцену, в течение минуты заставит кого-то из комиков смеяться, а не заплатит ему тысячу гривен Эти деньги можно забрать и навсегда покинуть нашу студию А можно рискнуть и пойти на вторую минуту, которая в случае успеха принесет участнику пять тысяч гривен Смех комика на третьей минуте стоит десять тысяч гривен, на четвертой – двадцать А если участнику удастся рассмешить их и на пятой минуте своего выступления, победителя ждет главный приз – пятьдесят тысяч гривен Но если на любом из этапов в течение минуты никто из комиков не засмеется, участник уходит отсюда ни с чем В общем, правила просты Задача участников – рассмешить комиков любым способом Задача комиков – не смеяться ни при каких обстоятельствах Моя задача – следить за тем, чтобы все было по-честному Мы начинаем! Отсюда я буду следить за ходом программы Передо мной, как всегда, две кнопки Первая – это старт Она дает начало минуты, в течение которой участник должен заставить комиков смеяться Если это удается, я нажимаю вот эту кнопку Это означает, что участник выиграл Если в течение минуты никто из комиков не засмеялся, это автоматически означает поражение Здесь все понятно, давайте начинать Встречайте нашего первого участника Тронин Александр, город Киев Здравствуйте, Саша Здравствуйте, Охан Просто по телевизору кажется, что вы прям в спину дышите, а тут оказывается Есть расстояние Да, не доплюнется, по крайней мере Александр Да Вот я начну с приятного момента этой анкеты Нет, это не к тому, чтобы потом что-то будет неприятное Нет, нет, нет Вот написано, ваша мечта – жить на островах Да А чем вам наша ридная Украина не подобается? Подобается просто в будущем, в далеком В далеком будущем, да Хочется жить на островах, хочется солнышка, тепла Хочется солнышка, хочется плавать Хочется плавать, хочется, да Понятно Понятно Вот Женя, мою мечту только что описал Да? Бухать и плавать? В Труханах ходить А, в Труханах ходить? Слушайте, так же вашей мечтой Я просто всем советую Женя пользуется вашей мечтой каждый день Я мечтал, у меня получил Ну что, Александр Пронянов, о чем вы будете рассказывать или что? Я буду говорить о том, что, собственно, происходит со мной в жизни, вот и все Правду будете? Да, буду рассказывать Абсолютную правду Все очень хочется услышать правду Как вы относитесь к тому, что вот вы говорите правду, а все люди смеются? Это значит, что у меня веселая жизнь Мы вам желаем продолжать и в том же духе Удачи! Итак, Александр Я надеюсь, вам 60 секунд хватит, чтобы размешать комиков Поехали! Ну что ж, здравствуйте Сразу хочу поделиться хорошей новостью Я стал папой 4 месяца и 21 день назад Но всегда приятно, когда аплодируют Я чувствую себя пилотом Киев-Антальи Не всегда работает, правда, это бывает Знаете, когда ты говоришь Мужчина, вы собираетесь платить по кредиту? Знаете, я недавно стал папой А, ну конечно, тогда можете не платить Или, что ты делаешь с моей женой? Я просто недавно стал папой Все, извините, продолжайте У меня родился сын Сын, это вообще отлично Знаете, до рождения сына я не знал, что не будучи геем Буду с таким удовольствием целовать попку другому мужчине Александр, тысяча гривен ваша, поздравляем Спасибо Что мы делаем дальше? Ну, тысяча гривен, это всего лишь полторы пачки подгузников Поэтому это слишком мало Цир peuvent наоборот Это только сейчас Короче говоря, вторая минута 5000 гривен Да, идем дальше сразу Поехали Сын — это отлично, друзья Сын — это хорошо, но я был бы рад дочери Потому что дочь — это чисто теоретический шанс Что через 20 лет Ряду с вами будут идти красивые женщины Да, и, дай Бог подумает кто-то астроперт и еще ого-го Знаете, сын недавно начал разговаривать Ну как разговаривать, это пока еще не слова, но уже и не поруби Вот. Говорит он практически следующее. Аля, Абу, Алла. Казалось бы, детская тарабарщина. А нет, друзья, я посмотрел в интернете, оказывается, это первая пятерка группировки ИГИЛ. Пять тысяч гривен зарабатывает Александр на этой шутке. Слушайте, ну, в четыре месяца принести папе пять тысяч гривен, это уже неплохо. Очень хорошо, очень. Хорошо, спасибо тебе, Матвей. Движемся дальше. А у меня вопрос. Это покажут, когда ему будет годик-два или нормально? Это сразу вот покажут. Хорошо, можно говорить. Это уже показывают, я вам больше скажу. Когда ты, Александр, будешь идти рядом с красивой девушкой. На островах. Это описали же. Окей. Третья минута. Да, я хочу дальше. Третья минута десять тысяч гривен. Поехали. Все мы получаем смс с рекламой, да? Моя любимая приходит от Вокстрот. Там написано следующее. Привет, Алина. Ну так, для справки, меня зовут Саша. Но у меня есть ощущение, что Вокстрот что-то знает. Может быть, они знают, что меня поменяли в роддоме. Или это закон о декоммунизации в действии. Ну ладно, Алина, так Алина. Я решил разобраться, позвонил в службу поддержки. Говорю, добрый день. Добрый день, Алина. Чем я могу вам помочь? Здраво. Десять тысяч гривен ваши, Александр. Спасибо. Поздравляю. Хочется услышать до конца эту историю. Я, кстати, за час до этого получил от них сообщение. Алина, приходите за холодильником. Ну давайте я расскажу. Что вы тут делаете, Алина? Сейчас все закончилось. Итак, четвертая минута, 20 тысяч гривен. Да, я позвонил в службу поддержки. Добрый день, Алина. Чем я могу вам помочь? Вы знаете, я говорю, для начала перестаньте назвать меня Алина. Хорошо, Алина Сергеевна? Можно еще? Черт, забыли, да? Хорошо, окей, давайте дальше. Мир сходит, друзья, с ума. Раньше, чтобы стать кровным врагом человеку, нужно было сделать что-то из ряда вон выходящее. Переспать с его женой, сестрой, собакой, я не знаю. Сбите на повозке его лошадь. Сейчас все проще. Нужно посмотреть последнюю серию «Игры престолов» и рассказать тому, кто еще не видел. Вы, кстати, смотрели последнюю серию? Любите драконов? У меня для вас плохая новость. Ну, все хорошо, да. Мир сходит с ума, потому что сейчас модны спиннеры. Сейчас все крутят спиннеры. Я недавно видел Ласточкина, который крутил спиннер. Но учитывая, говорит Ласточкина, не было понятно, кто кого крутит. Он спиннер или спиннер его? Ускорился под конец и выдохнул, да? Сказал шутку как спиннер. Ну, с моей помощью вы заработали 20 тысяч гривен, Александр. Мы вас поздравляем. Спасибо. Спасибо Ласточкину и спиннеру. А я бы хотел, если есть вода, можно? А вот есть вода уже. Спасибо. Там водочка. Она вам поможет. Видишь, а была без газа. Уже с газом. Спасибо. Так. Итак. Спиннеры приносят мне сколько? 20 тысяч гривен. Ой, ничего себе. Слушайте. И эти аплодисменты. Ну что ж, есть шанс выиграть 50 тысяч гривен. Да. И что мы делаем? Идем крутить дальше. Идем крутить дальше. Итак, пятая минута, 50 тысяч гривен на кону. Удачи, Александр. Так вот спиннеры. Знаете, это не первый странный гаджет в моей жизни. Я просто помню еще Тамагочи. Я просто знал, что если три дня не кормить питомца, он сдохнет. Это меня готовило к отцовству. К чему готовят спиннеры, друзья? Я просто не понимаю. К тюрьме, что ли? Начни со спиннера впереди на четки. Я просто не понимаю эти спиннеры. Ну ладно, давайте все-таки вернемся к... Нет, не об этом. Вы знаете, я живу в достаточно закрытом жилом районе. Такой, где стыдно выпить пиво на улице. Особенно на детской площадке. В четверг, голым. И вот недавно я шел и нашел пакет травы. Серьезно, маленький такой симпатичный пакет. Вот что с ним делать? Родители меня не учили. Нет такой ситуации. Сынок, найдешь пакет травы, выкури его. Нет, отдай. А как? Бюро находок отнести глупо. Я решил дать объявление в группе комплекса жилого своего. А что написать? Эй, у курки она у меня? Я написал, знаете что? Я написал, нашелся чай, который не заваривается. Друзья, сразу же пришло... Это, конечно, я не завидую участникам, которые сейчас чувствуют себя, как Александр. До минуты выступления. И завидую им, как они чувствуют себя сейчас, когда выигрывают 50 тысяч грейн. Поздравляю. Поздравляю. Подождите. Они согнулись? Да. Дайте я расскажу, чем закончилось. Пожалуйста. Дай чек, добирай деньги и деньги. Ну это же... Да-да, ты говори. Все понятно, все накурились. Нет, нет. Ну подождите, это реальная история. Я написал сообщение, нашелся чай, который не заварится. Первое, что пришло, дебил, это не чай, это трава. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Все? Да. Поздравляю. Поздравляем. 50 тысяч гривен ваши, Александр. Вы победитель. Один из победителей сегодняшнего программы. Спасибо. Размеши свечного, пусть намочит колготки. Размеши свечного, но только не используя щекотки. Ты тоже нашел? Спасибо всем. Приходите. Встречайте следующий дуэт. Шмидт-Сергей. Чивилев-Алексей. Город Тюмень. Размеши свечного. Леха Бористо работает, он кофе мешает. В Харькове. Правда? В Харькове. В Харькове? Да, видимо, в Харькове. Да, да, да. Работает. Да, он бодрит меня, а я пойду иду работать. Чем будете бодрить нас? Приколами. Из жизни? Веселюшками. Удачи. Давайте. Ребята, у вас есть минута, чтобы своими веселюшками развеселить наших комиков. Если вы готовы, я готов нажать на кнопку. Да, мы готовы. Да, да. Поехали. У меня для вас две новости про Северную и Южную Корею. Одна хорошая, другая плохая. Все. Все. Многие участники смешат здесь смешными шутками. Мы пошли от обратного и будем смешать несмешными. Несмешной юмор, как коньячок. В смысле? Он у нас крови. Ту-ту-ту. Вот такие приколы сейчас будут. Сержант полиции Иванов. Лейтенант полиции Иванов. Ты выиграл. Ту-ту-ту. Солдат, три народа в очереди. Классно, ненавижу очереди. Ту-ту-ту. Леха, я умираю. Подожди, не умирай пока. Хорошо. Ту-ту-ту. Тайт или кипячение? Тайт. Верно. Ту-ту-ту. Капитан, брось меня. Все, мы расстаемся. Ту-ту-ту. Молодой человек, сколько времени? Уйма. Ту-ту-ту. Леха, у меня кровь пошла. Она уже такая взрослая. Ту-ту-ту. Алло, это мастерское настроение? Было. Евгений Кашевой принес вам тысячу гривен, ребят. Вы наш фаворит. Ту-ту-ту. Они кровью заработали эту тысячу. Да, кровью из носа. Дальше больше. Дальше больше денег, друзья. Но времени столько же. Минута. Вы готовы? Да, 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 готовы. Вторая минута, пять тысяч гривен. Поехали. Напомни, мы показываем не смешные шутки. Не бойтесь, смешнее не будет. Сталина на вас нет. И нижнего белья. Ту-ту-ту. А вы красивее, чем ваша дочь. А я ей специально денег не даю. Ту-ту-ту. Ты что, башкир? А что, у тебя есть противоедие? Пам-пам-пам. Ты что? А, извините. Ту-ту-ту. Да ваше место возле параши. Ммм, значит вместе поедем. Ту-ту-ту. Молодой человек, сколько времени? Уйма. Ту-ту-ту. А можно всех посмотреть? Да это точно ваш ребенок. Это весь противоядер. Ту-ту-ту. Кто последний? У нее я. Ту-ту-ту. Дима, скинь мяч. У меня нет. Теперь ты понял, почему я президент? Ту-ту-ту. Бьешь как баба. Фу, тебе били бабы. Поехали, смешные номера. Бомж на встрече выпускников. Я с тобой сосался. Ленивая сплетница. Ну, он что-то там мутит с кем-то. Я не помню. Вроде да. Голорадский бомж. Серега, я с тобой... Все. Возможно, я не заметил, но была улыбка. Можно посмотреть повтор? Ту-ту-ту. Ту-ту-ту, да. У Жени, посмотрите, посмотрите на Женю, посмотрите. Эх. Статичная улыбка. Да, ладно. Обознался. Извините, извините. Ну, в целом, неплохо. Спасибо большое. Для первого раза. Нормально, да. Спасибо. Парни, я боролся за вас. Размеши Снежнова, сделай, чтоб моим смеяться. Размеши Снежнова, и под столом валяться. Размеши Снежнова, пусть намочит колготки. Размеши Снежнова, но так и не используй щекотки. Ну, вроде, сначала весело, а потом как-то не то. Но все равно хороший опыт. Встречайте нашего участника. Лалаян Альберт, город Харьков. Размеши Снежнова, развеши меня, развеши меня. Привет. Привет. Знакомые лица. А, ты лица видишь. Значит, Альберт, я сразу хочу сказать, да, мы действительно читаем этот бред. Просто в анкете написано «Ваша мечта». Он написал «Ананас, рыбак, черкассы». В скобках написано «Это просто мне интересно, вы серьезно весь этот бред читаете или нет?» Да, читаю. Скажите, пожалуйста, Альберт, вот друзья вас называют «Господин» вы написали. Ну да, вы мне друг или... А вот сейчас мы и выясним. А с каким животным себя ассоциируете написано «Ласточка». Да, вот такая миниатюрная ласточка. Ну я, скажем так, у меня есть брат, вот. А, вот ласточка. Как вам такой юмор, нет? Неплохо, неплохо. Хочется, конечно, посмешнее. Вы же сценарист, написано, ведущий из «Секс-машина». Да. Так как нам вас сегодня назвать? «Господин» «Ласточка» или «Секс-машина»? Как вам угодно. «Ласточка», начинайте. А я думал «Секс-машина». «Секс-ласточка», начинайте. Итак, Альберт, у вас есть минута, вы готовы? А что вы все на «Вы» общаетесь? Альберт! Слышь ты, начинай тебя! Готов? Готов. Погнали. Здравствуйте, меня зовут Альберт, это не единственный мой недостаток. Сегодня ехал в метро, посреди остановки на станции забежал мужик, остановился и такой говорит «Слава Украине!» Мы все просто смотрим на него, ошалешенный, он такой «Понятно, понятно». Вот, и ушел. Вот, мне кажется, просто этот человек, он 10 лет назад уехал из Кировограда и до сих пор не может туда вернуться. Вот, знаете, многие мои фанаты говорят «Альберт, зачем ты нас придумал?» Везде о нас рассказываешь, вот. Но вот такой вот я человек, да. Недавно расстался с девушкой, не я, кто-то. Я просто увидел, так что-то впечатлило, решил вам всем рассказать. Вот. На самом деле, я тоже расстался с девушкой, она говорит «Все, расстаемся, хватит, ты грызешь ногти, портишь мне маникюр». Вот. Я так расстроился. Потрепали вы мне нервешки. Не расстраивайся, Альберт. А я-то думал уже «Все». Не грызи, ну, ты думаешь, я не могу больше 58 секунд? Тысяча гривен, поехали, Альберт. Я проверять не буду. Я подсмотрю пока. Подсмотри, подсмотри. И подвыбери там хорошенечко. Да, готов. Пойдем. Готов. Вторая минута, 5000 гривен. Альберт с бомбовыми шутками. Поехали. Спасибо, Игорь, что испортил ожидания. В общем, недавно жил с девушкой, вот. И я иду домой, она звонит, говорит «Привет, купи чего-нибудь вкусненького». Вот вкусненькое, да, женщины? Как можно понять, что такое вкусненькое, если в зависимости от вашего настроения это или заварное пирожное, или рогань двушка темного? И знаете, я с ней расстался, решил выйти на улицу, подойти к первой встречной и предложить ей отношения. Я подошел к первой встречной девушке, говорю «Привет, переспишь со мной за 100 баксов?» Она говорит «Идиот» и ушла. Вот. А я уже рассчитывал на эти деньги, вот. Я знал, куда их потрачить. Вот. В общем, 5000 гривен твои. А есть кто-то еще сильнее, Альберт? А что вы хотите? Ну, хочется... Нет, танец, не надо. Понто мимо. Пародия на... Именно Понто мимо, да. Нет, хочется просто... Ты же очень неплохой комик, понимаешь? Да ладно, да ладно, да ладно. То есть я спокоен. Ну ладно. Вот. И хочется от тебя услышать, что это такое, в общем, какую-то классную реприза. И мы все ждем и ждем ее. А хочется засмеяться, а не просто натягивать улыбочку. А не просто, да. Ну давайте попробуем. Посмотрим. Пора бы уже. Третья минута. Третья минута, 10 тысяч гривен. Честно говоря, я за тебя переживаю, Альберт. Поехали. В общем, и расстался с девушкой, она говорит, ты помешан на сериале «Бригада». А я вот так не считаю, это полная чушь, потому что я такой, какой я и есть. И чем раньше она это поймет, тем лучше будет для нас обоих. Вот. Но, знаете, она просто старше меня. Вот. Чтобы вы понимали, насколько старше, вот мы когда ходили в кино, я проходил по детскому билету. Вот. И знаете, у нас отношения долго плохо развивались, потому что я боялся ее поцеловать. Серьезно. Я первый раз, когда ее поцеловал, я закрыл глаза не от чувства, а от страха. Вот. Потому что, потому что я боялся, что я открою глаза, у нее тоже открыты глаза. Вот. И она прям смотрит так на меня, типа, что ты делаешь, парень? Вот. Но, в общем, я армянин. Вот. И у нас, у армян есть такое странное имя «Сасун». Вот. Это, это действительно имя. Вот. И когда Сасун приезжает в Украину, чтобы он не обижался, его все называют Саша. Только в обратную сторону это не работает. Если в Армению приезжает Саша, его никто «Сасуном» не называет. Вот ты доешь. Раз, один. Все. Иди, готовься, приходи. Хватит тебе уже. К вам домой приду. Нет. Ты не знаешь, где мы живем. Пока. Счастливо. Альберт, приезжай к нам. Размеши Снежного. Сделай, чтобы парень спьялся. Размеши Снежного. И под столом валяться. Очень-очень круто. Приезжайте, играйте. Очень весело. Встречайте. Макеева Ольга. Город Калининград. Размеши Снежного. Размеши меня. Размеши меня. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Оля. Ну как вы? Нормально. Вы же у нас выигрывали, по-моему, дважды. Дважды выигрывали. Дважды по 50. Нет, я была трижды, а выигрывала дважды. А, правда? Да. А что не получилось в последний раз? Да все нормально было. Да? Акция. Два выступления за деньги, третий в подарок. Приятно. Ну сегодня все, акции прошли. Можете зарабатывать. Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим. Я не знаю, какие там условия были. Все может пойти не так. Да все пойдет нормально. Вы же готовились. Надеюсь. Ну, у меня год был, конечно. Ё-моё, год прошел. Год прошел. А вы ни капельки не поменялись. Только вот в лучшую сторону. Молодец. Не ждите подвоха. Начинайте. Оля, готова? Секунду. Да. Итак, первая минута. Она начинается прямо сейчас. Возможно, вы скажете, что я слишком часто к вам приезжаю. Но сейчас у меня прям есть повод. Дело в том, что я похудела на 21 килограмм. И мне нужно это где-то зафиксировать. Потому что фиг его знает, как там дальше пойдет. Я просто читала, что если у человека был лишний вес, он может вернуться в любой момент. В любой, понимаете? Возможно, меня разнесет уже к концу этой минуты. Поэтому мы не будем доводить до конца этой минуты. И вы выигрываете тысячу гривен. С чем мы вас и поздравляем. В том же духе. Продолжим. Да, конечно. Вторая минута, пять тысяч гривен. Поехали. Это будет обидно, потому что похудеть было тяжело. А все очень сложно вести здоровый образ жизни. Особенно, когда ты бухаешь прям. И поэтому меня не впечатляют девочки, которые выкладывают в инстаграм фотки, где вот она сидит в спортзале, у нее одна нога на полу, вторая за башкой. И подпись типа мой секрет в том, что я не пью, правильно питаюсь, занимаюсь спортом. Вот тоже у меня секрет. Настоящий секрет, если ты за этот абонемент кому-то дала. А потом узнала, что он был бесплатным. И все замечают, начали чаще говорить комплименты. Недавно пришла в гости к друзьям, у них ребенок. Он побегает, говорит, Света Ольга, так хорошо выглядите. Я говорю, спасибо. И тут он добавляет, для своего возраста. Потом родители объяснили, что это было некрасиво. Он подошел, извинился, говорит, ну вы же меня не обижаетесь. Я говорю, ну конечно нет, я вообще не обижаюсь на детей. Тем более на приемных. Есть такая буква в этом слове. Пять тысяч гривен вашего. Спасибо. На десяточку пойдем? Да пойдем. Пойдем. Третья минута, десять тысяч гривен. Поехали. И все девочки по-разному приходят к желанию похудеть. Кому-то намекает парень, кто-то не нравится тебе на фотографиях. Меня пригласили сниматься в шоу для жирных. Естественно, я не очень хорошо отреагировала. Они говорят, Ольга, мы что, вас чем-то обидели? Нет, блин. Вы просто меня позвали в передачу, где надо похудеть. Вы думали, я как буду реагировать? Типа, спасибо большое, что из всех жирух города вы выбрали именно меня. Подскажите, какие лосины мне лучше надеть на съемку? И я в итоге пошла на это шоу, похудела больше всех, и выяснилось, что это был не конкурс. А я смотрела предыдущий сезон, там девочки, которые больше всех похудела, подарили пароварку. Меня это так выбесило, блин. Я ради этой пароварки каждый день ездила в зал. Я жрала одну куриную грудку. И вот где мне теперь ее взять? Нет, конечно, вы скажете, что можно купить, но вот поверьте, уже нельзя. Теперь это принципиальный вопрос, я должна получить ее другим способом. И я надеюсь, дело не дойдет до того, что я когда-нибудь дам за пароварку. Консультанту Эльдорадо. Просто я не дура, второй раз я на такую фигню не поведусь. Как грамотно выстроены все репризы. Десять тысяч гривен вашим. Спасибо. И эти аплодисменты и выкрики «Молодец» тоже ваши. Что мы делаем дальше? А как вы думаете? Ну, на 20 тысяч идем смело. На 20 смело прям? Смело. Ну, поехали. Ну, прям не так, что прям, а вот смело-смело. Ну, нормально. Вы готовы? Готова. Четвертая минута. 20 тысяч гривен. Поехали. Я недавно переехала из Калининграда в Питер, и у меня в жизни двойное событие. Я переехала в другой город и съехала от мамы, наконец-то, в 27 лет. Так что, спасибо. Так что, теперь, как взрослый, самостоятельный человек, живу с тетей. Вот. И Калининград нормальный город, европейский, но, знаете, провинция, она все равно себя выдает. Вот у нас там, например, есть знаменитые бомжи. Про самого известного даже была статья в газете, он где-то нашел куртку гаишника и весь день регулировал движение. Супер, Оля. У вас есть 20 тысяч гривен. Можно эту сумму увеличить? Да, у меня там, мы до самого смешного даже не дошли еще. А, серьезно? Почему так быстро? Ну, конечно, дальше. У меня там вообще... Столько всего. Жесть, болты, смех, юмор. Ну и супер. 50 тысяч – самый сложный момент, поэтому, может быть, самое смешное и надо сейчас. Ну, там их так много. Но я к вам еще приеду, да, давайте еще. Давайте. Пятая минута – 50 тысяч гривен. Удачи. Мне было нечего терять, потому что в Калининграде у меня не было ни парня, ни работы. Но в Фитере все резко изменилось. Там у меня нет парня, работы и друзей. И парни со мной знакомятся, но почему-то одни дебилы постоянно, вот прям конченые. Такие ребята, которые незнакомым людям пишут «Приветик, че делаешь?». Я решила один раз ответить, прям правду, написала «Стираю носки». Он оказался находчивый, он ответил «Ммм, а как высохнут, куда в них пойдешь?». В клубах со мной тоже знакомятся, но в клубе вот мужик через пять минут может забыть, как ты выглядишь. Реально, недавно была в клубе, и со мной там три раза знакомился один и тот же мужик. Первые два раза он угостил меня коктейлем, а третий раз я ждала такси, он подошел, жаловался каких-то двуховец, которых он угостил, а не его продинамили. Не знаю, что за люди. Меня часто спрашивают, что ты будешь сделать, если вообще никогда не выйдешь замуж. У меня давно есть план. До сорока лет я буду всем говорить, что просто еще не встретила своего человека. А после сорока, что он уже умер. Легко, ненавязливо, по красоте. Умничка. Да я жалко, что так быстро. Оля, вы выросли из этой передачи. Вам нужно что-то потерять. Почему нельзя каждый день приезжать на вашу передачу? У меня так еще много осталось. Мне очень жалко, что так быстро. Ну, не могли бы вы терпеть чуть-чуть еще хотя бы? Ну, спасибо, конечно. Очень классно. Очень я вас всех люблю. Ну что ж, а вот эти бурные аплодисменты звучат Мезенцеву Николаю, город Донецк. Здрасте, Коля. Здравствуйте, здравствуйте. Колян. Здрасте. Можно так, как друг назову вас? Да, мы же сегодня фотографировались уже. Да, уже, конечно. Вы уже выставили фотку, небось, куда-нибудь? Да, да. Куда? На продажу? Нет, в официальную группу нашего комедийного шоу, то есть там уже лайки посыпались. Супер. Ну и все, вы главный теперь в комедийном шоу. Я помог вам? Да, да. Вот смотрите, помогать, деньги зарабатывать вам здесь я не буду, потому что нельзя так. Два раза. Это буду делать я. Двичи вот нюричку не видишь. Не благай мне. Слова известной песни неизвестной певицы. Николай? Да. Мезенцев? Мезенцев. Готовы? Шутки свои? Шутки свои, конечно, да. А что вы так, загрустнулась вдруг вам? Не загрустнулась. Ну давайте, взбодритесь, вас поддерживаю всем. Конечно, шоу. Удачи, Коля. Спасибо, спасибо. Коля, если вы готовы, говорите. Да, я готов. Готов. Первая минута пошла. Усейн Болт называет свою девушку стометровкой, потому что из нее он финиширует за 9 секунд. Женщина с плоскостопием верит, что откосит от беременности. В постели Катю называли бревном, еще и потому что на ней можно было сидеть. Заглянув клиенту в глаза, догадливый парикмахер сделал височки косыми. К старости кролик стирается. Отпуская грехи, батюшка настолько увлекся, что простил икону. Родители забыли ребенка в капусте, и его воспитали козлы. Открытый перелом руки заставил баскетболиста уйти из спорта. Как говорится, не срослось. Бармен, перед тем, как взять сына на руки, взбалтывает его. У Виктора закончилось мыло, поэтому руки он уже домывал собакой. Сотрудницы компании «Орбит» рожают детей уже со свежим дыханием. Со словами «Я знаю пароль, я вижу ориентир», Вера Брежнева ворует соседский вай-фай. Мальчик, который подглядывает в телескоп, ночью видит голую медведицу. Несмотря на то, что тюрьма называлась «Комфорт», Василий хотел поменять свою жизнь. Было, было, было. Вова даже с Женей обсудил эту шутку. Тысяча гривен ваша, Николай, не просто. Видно было, что было тяжело. Но все же, тысяча гривен есть. Что дальше? Дальше пять. Дальше пять тысяч. Окей, мне нравится ваш настрой. Спасибо. Вторая минута пять тысяч гривен. Поехали. Несмотря на то, что тюрьма называлась «Комфорт», Василий хотел поменять свою жизнь. Так сказать, выйти из зоны комфорта. У лысеющего мужчины жизнь блохи буквально висит на волоске. В кинотеатре 7D ощущения были настолько реалистичны, что домой Петя уходил с циррозом. Коля был настолько нерешителен, что даже резиновая женщина сказала ему «Не тяни резину». В коленной чашечке пациента врачи нашли чайный пакетик и кипяточек. Разведенный мужчина раз в неделю курит в трусах на балконе, чтобы соседи думали, что у него все хорошо. Волк, который съел свои ноги, передвигается на инвалидной коляске. Девушка в леопардовых лосинах сделала присед и порвала свою пантеру. Настоящий садовник по привычке сажает детей горшок с мокрой землей. На свадьбе потребовав за дочь нереальный выкуп Мария Ивановна оказалась еще той террористкой. У кавказских бабушек 70 грудь становится заниженной. Пока... Идеть колотить! Я думаю, мы не раз с вами еще встретимся. 22 – это не предел, когда можно заканчивать писать юмор. Это только начало. Спасибо вам, Коля! Николай, увидимся еще! Пока! Чуть-чуть пережистил, чуть-чуть! На самом деле все круто. Публика отличная. Хороший зал, веселые ребята. Отличная команда работает в «Рассмеши комика». Всем спасибо и еще увидимся! Топытов Шамрай, Владислав, город Архангельск. Встречаемся! «Рассмеши свежного!» «Рассмеши меня!» «Рассмеши меня!» Здрасте! Здрасте, здрасте! Чем вы занимаетесь? Ну, без того, преподаватель истории просто. Ну, это по образованию преподаватель истории, но, к счастью, для большинства детей ни разу не работала. А почему вы так себя не уважаете? А я не... Дело в том, что просто когда в университете учился, я не очень прилежно учился, тратил больше время на все, что связано с учебой. Ну, в том числе, да. В том числе. А сейчас работаете кем? Что-то вроде... Ведущих? Ну, ведущим я подрабатываю, да. А так, наверное, правильно описать маркетолог в интернете. Вот так можно это сказать. Получается? Порежничаешь. Нет, ну, получается. Я не знаю, месяц там работаю только, и все. Жена сказала, иди работай. Ну ладно. И он ушел в интернете. И ты пошел в другую комнату и начал работать, да? Ну, типа того, да. Понятно. Удачи вам, Владислав. Спасибо большое. Владислав, у вас есть минута, за которую вам нужно размешить комиков. Да, я готов. Вы готовы? Да. Первая минута тысячи гривен. Поехали. Еще раз всем здравствуйте. Как вы видите, я очкарик. И, знаете, у меня с этим связано очень тяжелое детство. Дело в том, что я всю свою жизнь, всю детство ходил в специальный детский садик для очкариков из очень сильного косоглазия. Но чтобы вы понимали, насколько у меня было сильное косоглазие, представьте, на вас смотрит маленький мальчик с белыми волосами. И один глаз смотрит прямо на вас, а второй в это время проезжает Львов. Понимаете? У меня было примерно так же. И это удобно, с одной стороны, потому что можно было в школе без пальа списывать. Понимаете? То есть никто не замечал, да? Но, с другой стороны, я не с первого раза в эту школу мог всегда зайти. То есть иногда... Понимаете? Как вы к нам попали? Ехал 9 дней, да. Очень долго. Тысяча гривен ваши. Поздравляем. Спасибо большое. Спасибо. Берем вторую минуту? Да, конечно. Берем вторую минуту. Поехали. Пять тысяч гривен на кону. Поехали. Знаете, косоглазие лечится двумя способами. Это лазерная коррекция для богатых и пластырь для бедных. И это не шутка. Дело в том, что пластырем заклеивают более сильный глаз, для того, чтобы более слабый напрягался, обрастал мышцами и потихоньку вставал на место. Вот я с таким пластырем проходил три года, и самое обидное, что мой детский садик находился на проспекте Кутузова. То есть, понимаете, жизнь поимела меня по полной. Какое смешное стечение обстоятельств. Пять тысяч гривен ваши. Владислав, поздравляем вас. Спасибо. Мы можем брать третью минуту? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Десять тысяч гривен на кону. Поехали. Ну вот, я в общем женат, да, вот действительно любовь слепая. И, знаете, у меня шикарная жена. Она прям идеальная. Ну, потому что перебухивает. Я сейчас объясню, насколько. Знаете, 14 февраля праздник. Мы решили в этом году не покупать какую-то друг другу фигню. Мы решили скинуть с общим бюджетом. Я дал пять тысяч рублей на ноль общим бюджетом. И купить что-то нужное в дом. Но поскольку мы молодые, чтобы интересно было, каждый из нас написал по пять желаний на листочки. И потом мы их сложили в шапку. И то, что мы достанем, то мы и купим. Я, как умный мужик, написал, значит, домашняя пивоварня, домашняя пивоварня, домашняя пивоварня. Конструктор для детей от 18 лет. Собери свою домашнюю пивоварню сам. И домашняя пивоварня. Мы кинули это в шапку. Она достает. А там написано домашняя пивоварня. Но не моим почерком. Понимаете? То есть вот она у меня такая. И мы иногда ссоримся на почве детей, потому что у нас их еще нет. Она недавно подходит и говорит, Влад, я поняла, я поняла. Я хочу мальчика. Я говорю, слушай, ну я тоже понял. Я хочу любовницу. Ну то есть я не так тупо сказал. Я сказал, я хочу девочку. И она такая, блин, точно, девочка лучше двух. Я такой, да, лучше двух. Я говорю, и близняшек? Она такая, да. Ну сейчас, чтобы шутка не тратилась, там я в конце говорю, мулаток. И мы поссорились, короче, на этом. Вот так бывает. Ну ничего страшного, ведь у вас есть теперь 10 тысяч гривен, Владислав. Поздравляем. Что будем делать с этими 10 тысячами? Я думаю, поступлю как более-менее трезвый человек и заберу их домой, порадую жену и себя чем-нибудь. Это правильно. Поздравляем. Спасибо большое. Это ваше решение. Подходите, собирайте свои деньги. Размеши свежного, сделай, чтобы парень смеялся. Размеши свежного и под столом валяться. Очень рад за вас, убедимся еще помешать. Пусть намочен колготки. Размеши свежного, но только не использующий котки. Все, вам спасибо большое. Поеду радовать жену. Или в бар, не знаю. Я считаю, талантливый молодой человек. Мне понравилось. Не знаю, как вам. Может, меня осуждать. Да и не будем. Ну и спасибо большое. Да и ладно. Некоторые люди говорят, что молчание — это золото. По крайней мере, так говорят те, кто еще не принимал участие в нашем шоу. Приезжайте, убедитесь в этом лично. С вами был Игорь Ласточкин. Увидимся ровно через неделю на канале «Один плюс один». Пока! Рассмеши свежного. Рассмеши меня. Рассмеши свежного. Сделай, чтоб парень смеялся. Рассмеши свежного. И под столом валяться. Рассмеши свежного. Пусть намочит колготки. Рассмеши свежного. Но только не использующий котки. Хватит пестрить шутками полыми. Легко рассмеши частями телоголыми. А как отнесешься к моему капризу? Порадуй меня литературной репризой. Есть юмор, что актуален годами. Не с нас начался и не закончится нами. Показать на пятно и ухватиться за нос. А слабо рассмешить по-другому до слез. Рассмеши меня. Рассмеши меня. Рассмеши меня. Рассмеши меня. Колобок повесился. Сделай меня. Рассмеши свежного. Сделай, чтоб парень смеялся. Рассмеши свежного. И под столом валяться. Рассмеши свежного. Пусть намочит колготки. Рассмеши свежного. Но только не использующий котки. Рассмеши свежего. Рассмеши свежего.